Народный участковый. Он какой? Ответственный, строгий и требовательный, безусловно. Именно такой, как Андрей Тюкин, капитан полиции с 15-летним стажем. Ежегодно жители региона, сотрудники УМВД просят выбрать лучшего, по их мнению, участкового. Голосуют все муниципалитеты. В 2016-м наибольшее количество голосов набрал сотрудник отдела по Формановскому району. Теперь Андрей Владимирович будет представлять наш регион на уровне страны. Обычно начинается рабочий день с кабинета. Как раз это работа с материалами проверок, административная практика. Вечером стараемся уделять время для административного участка, проходить жилой сектор, проверять места скопления граждан, производить профилактический обход участка, посещать лица, стоящих на профилактическом учете. Сейчас уже вечер, а значит Андрей Владимирович отправляется на обход участка. Это микрорайон Мичурино. Там 22 многоквартирных дома, 80 частных, 2 предприятия. Итого 4 тысячи душ. Знать в лицо, конечно, надо только так называемых подшефных. Тех, на ком административный надзор, еще наркоманов, неблагополучных, состоящих на учете в ПДН, условно осужденных. Остальным по правилам нужно наведываться не реже раза в год. Участковый – друг человека. Население в работе участкового, считаю, более положительным моментом, как раз воле сложным считается бумажная работа, бюрократическая часть нашей деятельности, когда приходится работать с материалами. В этом общежитии поднадзорных хватает. К ним Андрей Владимирович приходит едва ли не каждый день. Спрашивает, как живут, работают ли, с кем проводят досуг. Еще уточняют, в какой одежде и обуви ходят. Не из праздного любопытства. Для себя отмечают приметы, мало ли пригодится. Народ неблагонадежный, часто идет на преступления. По-хорошему относится, не хамит? Как? Не на хамишь. Нет, он не хамит, ничего. Вежливо, культурно, все. Такого бы участковых таких бы нам побольше. Удивительно, но кажется, участковый тюкин знает на участке всех. Здесь у нас вторая, там у нас из Калибоновка, по-моему, сейчас. Здесь у нас, Владимир Николаев. Да, это у нас. Горбунов, вроде, перестал пить, да, у нас. Да, где Николаев, Горбунов, 4-4 этажа. Тишина вроде, да. Тишина вроде, да. Не надо, тихо. Оперативник, дознаватель, следователь звучит гордо. А участковый, согласитесь, обыденно. На деле работа его не менее сложная, а иногда совмещает функционал всех перечисленных. Тысяча и одно дело. Иногда и опасное. В основном мы работаем в одиночку. Хотя другие подразделения работают парами и по приказу положено работать вдвоем. Но мы осуществляем деятельность в одиночку. Поэтому можно ждать что угодно и быть на страже. Для жителей района, особенно для пенсионеров, Андрей Владимирович настоящий герой. Неподкопный и отважный, готовый всегда прийти на помощь. А зачем участковый нужен? Участковый. Спросить, как живут, что нас беспокоит, какие соседи. Если вот у меня соседи выше меня плохие, постоянно он меня спрашивает, и я ему говорю. Есть и издержки профессии, рассказывает участковый. Жители жалуются на курильщиков, на грязь у подъезда, на платежки по ЖКХ. Советуются, просят решить семейные проблемы. Звонят в любое время дня и ночи. Андрей не сердится. Работа участкового должна быть построена на доверии. Каждому человеку нужен свой подход. С кем-то нужно подружиться, кого-то нужно хорошо наказать. Считаю, что нужно быть психологом, понимать людей, пытаться встать, занять их место, представить себя в их роли. Руководство Андрея Владимировича характеризует положительно. Хвалит за высокую раскрываемость 75%, что примерно на 10% выше средней областной. Выиграть во всероссийском конкурсе участковому, тем не менее, поощрение начальства не поможет. Важна прежде всего любовь жителей. Проголосовать за капитана Тюкина можно будет на сайте МВД уже со следующей недели. Офицеру нужна поддержка региона. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ, Иванова, Фурманов.